Здравствуйте! Вы смотрите iNews, программа о науке и высоких технологиях. В студии Вика Арифьева смотрите сегодня выпуски. Тесла представит первый прототип своего человекообразного робота осенью. Дайсон разрабатывает домашнего робота-помощника. Автономный вездеход поможет исследовать императорских пингвинов. В России представили умные фонари, которые снизят энергопотребление. Ростех приступил к серийному производству консольных уличных светильников. Они позволят снизить городское энергопотребление на 15% за счет диодов с повышенным световым потоком. Умными фонарями можно управлять удаленно через веб-интерфейс, который доступен со стационарного компьютера, смартфона или планшета. Новая линейка светильников предназначена для освещения трасс, магистралей, городских улиц и придомовых территорий. Их энергоэффективность и возможность для удаленного управления позволяют уже с момента установки и интеграции в городскую или дорожную инфраструктуру экономить электроэнергию и гибко варьировать освещение в зависимости от времени суток и погодных условий. Это позволит повысить безопасность и комфорт водителей и пешеходов как в черте города, так и за ее пределами. Первый прототип человекообразного робота Тесла представят этой осенью. Как сообщает издание Электрек, Илон Маск планирует показать свое новое детище в конце сентября. Напомним, речь идет о гуманоидном роботе Оптимус, разработку которого Маск уже не раз называл основным приоритетом Тесла на данный момент. Глава компании считает этот проект даже более перспективным, чем автомобилестроение. Оптимус должен стать полезным помощником как в быту, так и на производстве. Согласно проекту он будет небольшого роста, чуть более полутора метров, сможет поднимать грузы до 20 кг и двигаться со скоростью не более 5 км в час. Первым местом работы Оптимуса станет завод Тесла и только когда он докажет свою полезность на предприятии, робота смогут предложить покупателям. Ранее Маск заявлял, что гуманоидные роботы изменят мир сильнее, чем это сделали автомобили. Своего робота-помощника разрабатывает и компания Dyson, правда в несколько ином форм-факторе. Производитель бытовых приборов тоже делает ставку на перспективное направление робототехники. Сейчас его развивает отдельное подразделение. Только за этот год компания наняла тысячу новых инженеров, ученых и программистов. Команда в данный момент создает устройство для домашней уборки. И это уже не банальный робот-пылесос, а роботизированные руки, которые смогут захватывать и перемещать предметы в доме. Вот здесь очень любопытная установка. То, что делает сейчас эта роборука, она способна чистить кресло в трех измерениях. Это означает, что я больше не увижу крошки, завалившись в кресло. Никогда. Сейчас разработчики обучают роботов аккуратно захватывать предметы различной формы и веса. А также формируют компьютерное зрение будущих роботов, чтобы те могли ориентироваться в пространстве и безопасно перемещаться по дому. Как сообщается на сайте компании, новую технологию в наши дома планируют внедрить к концу десятилетия. За пингвинами в Антарктиде теперь приглядывает робот. Гибридный вездеход «Эхо» наблюдает за колонией с 20 тысяч императорских пингвинов, собирая важные данные для ученых. Он работает частично в автономном режиме и частично управляется дистанционно. Робот помогает исследовать и отслеживать, насколько хорошо пингвины адаптируются к изменениям климата, пишет издание Life Science. Чтобы сделать «Эхо» идеальным средством наблюдения за пингвинами, ученые оснастили его лидарами, обнаружение света и определение дальности, технологии GPS и другими датчиками. Они позволяют контролировать численность пингвинов, отслеживать движение и поведение особей. Чтобы сделать робота более неприметным, его планируют замаскировать под ледяную глыбу. Для этого копию глыбы напечатают на 3D-принтере и поместят робота внутрь. Маскировка поможет роботу пробраться вглубь стаи, чтобы изучить социальное поведение пингвинов. Субтитры создавал DimaTorzok